Площадь Сахарова ежегодно была местом для зимних забав. Каждый барнаулец наверняка помнит здесь огромную горку, с которой охотно скатывались и взрослые дети. В этом же году площадь будет украшать только елка и снежный городок. Во фразе «кататься нельзя любоваться», запятая очевидно. Решение не возводить на площади Сахарова ледяную горку озвучила мэрия Барнаула еще в начале декабря. Правда, причину тогда не называли. Горожане вроде бы не сильно расстроились, надеясь, что дети покатаются на горках хотя бы у себя во дворах. Но не тут-то было. В соцсетях то и дело появляется видео, где тракторы безжалостно сносят объекты зимней детской забавы. Скоропостижное исчезновение горок во дворах управляющей компании оправдывают ГОСТом. Так по нему у горок должны быть ограды, положенная ширина ступенек, специально обученный человек для контроля и даже лед обязан быть из питьевой воды. А вдруг кто лизнуть объект захочет? Поэтому логика управляющей компании понятна. Горку проще снести, чем содержать. В мэрии города нам также пояснили, соблюсти все правила, что выдвинул Гостехнадзор невозможно. Именно поэтому на Сахаровой ледяной горке это зимой не будет. Мнение барнаульцев на этот счет неоднозначное. С одной стороны это, конечно, травматизм. Почему? Потому что я постоянно здесь хожу, я здесь работаю. И в основном, если даже ребятишки гуляют и катятся с горки, родителям даже большое внимание уделять. Родители стоят в одной кучке, дети в другой. Мы даже проходим, они несутся, дети с этой горки. Травматизм. Дети в первую очередь ждут Новый год как горку. Однако, по словам самих специалистов Гостехнадзора, их внимание направлено только на те горки, которые считаются аттракционами изо льда и дерева и непременно выше трех метров. К слову, такая уже появилась в Барнауле. Правда, катание на ней может обойтись в копейку. Мы сделали не горку платной, мы сделали платным прокат тюбингов. На чем-то же мы должны зарабатывать, правильно? Поэтому прокат тюбингов, он платный, а сама горка, соответственно, бесплатная. Тюбинг может быть свой, и тогда ты приходишь и катаешься на горке бесплатно, либо вы можете взять в парке на прокат. А вот ледяные и деревянные горки выше 40 сантиметров по закону именуются детским игровым оборудованием. Оно должно быть зарегистрировано, что крайне сложно сделать самому, или изготовлено по ГОСТу специальными организациями. А в случае что, ответственность понесет лицо, указанное в документах, поясняет в Гостехнадзоре. Сейчас-то вся проблема в том, что строятся горки просто из снега, нагребается куча снега, заливается водой. Но вот эта конструкция, она никак не может называться оборудованием в том понимании слова, как требуют технические регламенты. Тем не менее, если эта горка стоит где-то на территории, территория придомовая, считается общей территорией, там машины проезжают мимо. И, в принципе, за то, как эта горка будет эксплуатироваться, будет нести ответственность, наверное, управляющие компании. Поэтому, пока управляющие компании решили перестраховаться и снести горки для своей же безопасности, дети и их родители ищут другие места для зимних развлечений. Вот, например, крыша гаража. Чем не горка? Вот нам подсказала одна девочка, и мы ходим теперь сюда. Их, слава богу, что нашли. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком.